Довольно очень сильная конкуренция в России. Ясно, мы наблюдаемые знакомые, и вообще почти все знакомые сборники, вообще друзья, все борются, и приятно смотреть. Да, очень интересно, и такие очень такие. Тяжелые смартфоны сегодня были, и было интересно наблюдать, и смотреть. А по России, вот если выделять, можно ли выделить какую-то школу дзюдо, вот именно по России? Какая школа является сильнее? Так сказать, там одну не выделено. У нас много школ очень сильных. Школа Челябинский, Кремень, сильная школа. Да и у нас неплохая школа, и вообще на Северном Кавказе хорошая школа. Вот так понемногу каждого есть. А вот как вы считаете, можно ли перед Олимпиадой 2020 года рассматривать Хабаровск как базу перед соревнованиями? Перед Олимпиадой? Можно, потому что это рейк по климату, и ближе к иконке, наверное. Наверное, да. Ваши планы на Олимпиаду 2020? Конечно, буду стремиться. Нельзя говорить, что поеду, не поеду. Мне надо так же бороться, подтверждать, оказывать и посмотрим. Видя, показывают, да. За Колобка-Баровски болеете? Может быть, одноклубники? Да, с моего родного, да, в Синушейке, но ребят сегодня боролись. Конечно, что-то, я болел, болел. И до друзей в сборной болел, и это было. Спасибо. Спасибо. Спасибо.